Всем привет! С вами снова Ирина с канала Огородные Посиделки. Вот такие красивые цветочки у нас расцвели. По-моему, купальница называется. Вот тут далеке еще такой же кустик. Только солнышко мешает, очень яркое. Вот так вот вроде бы видно. Вот такие вот красивые цветочки. Ну что, сегодня я хочу вам показать, что у нас творится на нашем участке. Если вы помните, в прошлом видео мы собирали с мужем теплицу. Я выложила, показывала там. У нас тут был сплошной дерн. И вот сейчас покажу, что у нас, как изменился участок. Хоть немножечко, но все-таки изменился. Вот смотрите. Так, сейчас я встану против солнышка. Чтоб хоть немножко было видно. Так вот. Значит, мы сделали грядки. Раз, два, три, четыре, пять грядок. Копать было, конечно, очень тяжело. Сразу говорю. Даже картон, как бы он, конечно, спас ситуацию. Потому что сорняков практически не было. Но корни они не перегнили. Хотя картон мы закладывали в прошлое лето. Тут настолько был запущенный участок. На нем не сажали уже очень-очень давно. Ну, сейчас вот я дальше пойду. Увидите, какой здесь был дерн. Вот он дальше там. Трава. Мощная такая. Вот. Но благодаря тому, что мы картоном застилали, конечно, все-таки... Сейчас я покажу, что получилось после того, как убрали картон. Так, вот такая вот земля. Вот у нас здесь мульча. Там, значит, солома. Все то, что вот сухая трава. Мы сгребли под картоном была. И все равно, вот видите, уже сорняки лезут. Ну, по крайней мере, вот основная территория, она без таких грубых сорняков. Только сухая трава. Но корни, как я еще раз говорю, остались в земле. И копать очень тяжело. Так, вот эта территория до сих пор у нас. Мы закрыли снова линолеумом ее. Чтобы не сорвать себе спину, мы на следующий год здесь расширять будем. Так, вот здесь я посетила сегодня морковку, в грядку. Вот свеже политое. Значит, дальше там лук. Тоже морковка, свекла. И самая последняя грядка, вот у меня пакетики, это зелень. Салатики, укроп, петрушка и так далее. Так, теперь пойду покажу, какая у нас территория заросшая. Вот, значит, у нас вот такая вот термина кошмарная. Ну, здесь мы, конечно, грядки делать не будем. Здесь надо облагоражить, как-то скашивать постоянно траву, чтобы она была не такая грубая. Убирать вот эти пенечки постепенно. Естественно, что все это не сразу. Вот. И сегодня мы с мужем начали уже готовить ямки как фундамент будущего сарая. Вот. Ямки он вырыл. Разметили веревочкой прямоугольник. И по периметру вот он выкопал уже на расстоянии 2 метра. И по сторонам на расстоянии так, если у нас длину 6 метров, значит, на расстоянии тоже 2 метра. Такие вот ямки он выкапывал. Так вот планируем такой сделать сарайчик, бытовочку временную на первое время. Вот здесь, значит, у нас веревочка натянута, чтобы было ровно все. Ну, это вот у нас план на сегодня только ямки сделать. На следующий раз мы, может, завтра, может, в следующие выходные уже будем засыпать. На реку принести песка. Да. Но на реку мы не пойдем. Это очень далеко песок носить. Лучше машину привезти. Вот сегодня мы, значит, закончим тем, что выкопаем ямки. Вот уже по периметру он выкапывает. Столбики будут сюда заливать из цемента. Вот наша теплица. К сожалению, кое-что там подгорело в ней, как на сковороде, потому что жара стояла страшно. Надо, конечно, прикрывать вот этим белым углевным материалом солнечную сторону. Но без опыта приходит все это потом. С опытом уже, когда перцы выжили и баклажаны более-менее выжили, а помидорки поджарились. Придется подсаживать, другие покупать. Потому что своим я все уже посадила. То есть вот этот поликарбонат, его обязательно надо притенять с солнечной стороны. Это для тех, у кого такие теплицы. Хотя и дверцы были открыты, и все проветривание шло, но вот тем не менее. Вот. Пойду покажу вам, как у нас деревья наши фруктовые распускаются. Так, вот это наши тут. игрушки первые три. Вот у них уже такие листики. Вот. Все распускаются потихоньку. Так, вот пойдем к следующей. Это уже большие листики. Вот так вот. Вот такие листочки уже зелененькие. Все прижились. Вот мы их в том году посадили. Где-то ближе к осени. Все прижились, слава Богу. Все ожили, все распустили листики. Вот такие вот. Тут уже большие вот такие листики. Как-то по-разному они распускаются, с разной скоростью. Вот это тоже груша. Дальше яблонька пошла. Это яблонька. Тоже вот такие уже листики распускает. Дальше яблоньки поют. Благодать. Вот еще тоже распустилась. Все, короче говоря, живые. Деревца наши, которые я вот недавно снимала. Еще был конец апреля. Было холодно. Сейчас уже все зеленое стоит. Окрестности такие все зеленые. Черемуха цветет. Ароматы непередаваемые. У пруда у нас целый водопад. Вот сейчас, если не знаю, на камере слышно, к пруду подходишь, там целый водопад прямо слышно. Там столько родников весной бьет. Видимо, это вот Так, вот наша вот эта бедненькая, которая что-то очень себя плохо чувствует. Но вот все равно у нее вот здесь, если видно на камере, не знаю, зелененькие почечки вот пошли снизу. Слава Богу, оживает. Мы уже думали, она померзла. Вот. Так, вот это у нас мануслива. Тоже хорошо себя чувствует вся зеленая. Так, вот яблоня, за которую мы переживали больше всего. Но она тоже внизу. После зоны прививки вот уже зеленые листики пошли вверх. К сожалению, видимо, померз. Может, такой и был. Но низ живой. Вот. И маленькие сливки, которые я брала у мамы в саду, тоже все прекрасно прижились. Вот они. Зелененькие. Вот такие вот. Так, у пруда у нас целый водопад. Вот, к сожалению, не снять, потому что там такие заросли. Если слышно прямо мажурчане, такое пищение, что большой-большой прям поток воды. Вот мы ходили в прошлые выходные, даже вот здесь вот шли родники, прямо била из-под земли вода, и все стекает вот туда, к колодцу. Наш колодец издалека, если видно. Сейчас приближу. Не вижу, где он там. Вот там дырочка, да. Вот наш колодец видно. Вот. И вот там вот за колодцем пруд. Я в прошлом видео показывала. И вот там прямо целые водопады. Настолько много воды. Вот такие вот окрестности зеленые. Цветет вот там. Дерево-черемуха. Ароматы необыкновенные. В городе, конечно, если даже она и цветет, забивает запах выхлопных газов. Вот там еще дальше тоже. Там уже пошла деревня. Еще вот тут дерево расцветает. Белый цвет. Вот такая вот замечательная черемуха. И на фоне этой замечательной черемухи я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok